привет народ я решила наконец-то выйти в прямой эфир очень давно его не было у меня вот тема тоже нет поэтому мы с вами интерактивно пообщаемся как обычно поотвечаю на какие-нибудь вопросы я так рада вас видеть все знакомые лица заходят а я уже когда выхожу в прямой эфир чувствую себя как с подружками дома за чашкой чая и сегодня еще такое классное настроение приехала в москву я кайфую от того что здесь снег так давно не видела снег но я на юге было поэтому не было и поэтому не вообще такое новогоднее настроение решила даже эти блесточки поставить сюда все сверкает новогодние как у вас настроение кстати готовитесь к новому году их давайте я жду ваши вопросы давайте поговорим тему какой-нибудь студию спасибо я очень рада видеть и все главно знакомые лица есть кто новенький давайте о чем будем говорить о желаниях может быть о долгах хотя перед новым годом актуальная тема между прочим перед новым годом о долгах чтобы все долги оставить в этом году и пойти в новый год без долгов на или спасибо за марафон прошедший то пожалуйста нелли дорогая я убедилась что когда я не думаю о любой проблеме она сама по себе решается прикиньте это гениально если вы не думаете о проблеме она реально решается у меня сейчас курс по телепатии уже половину занятий прошло у меня один день был вчера такой на курсе для всех и для меня в том числе и для тех кто участвует весь день самое сложное задание из всех вообще заданий по телепатии самое сложное не думать о проблемах не думать о планах не думать о работе о целях о будущем о прошлом весь день провести здесь сейчас просто наслаждаясь каждым моментом пить чай кофе запах там ароматы кухни шишек леса подъезда не знаю просто ходишь и замечаешь что у тебя вокруг самое сложное задание реально не все смогли его выполнить не думать о проблемах это сложно но если вы так попробуете провести неделю вы удивитесь от того что у вас нет проблем потому что они уже решились куда фокус внимание туда вся ваша энергия направлена куда вы смотрите что вы наблюдаете то вы уплотняете то вы материализуете то вы увеличиваете понимаете если у вас фокус внимание мне нет денег они не денег у меня проблема блин не надо решать и вы находитесь постоянно в этом решении, постоянно в этом безденежье, потому что вы туда фокусом внимания вот это вот всё творите. Как только вы расслабились и просто позволили себе отдохнуть, просто позволили себе что-то такое вот, ну, вообще ничего не делание, наслаждаться тишиной, покоем, а может быть и не тишиной, может не покоем, может быть это какие-то американские горки, быстрая езда, зоопарки, беготня, неважно, но вы не думаете фокусом своего внимания о проблемах, и они решаются. Просто попробуйте хотя бы неделю это сделать. Ну, я уверяю, у вас не получится, это сложно, это сложно, когда ты просто вот вроде настроился, что всё, сегодня я не думаю о проблемах, начинаешь себя ловить, что у тебя мысли постоянно крутятся так, а мне же надо книжку какую-то написать, это я сейчас про себя говорю, блин, а у меня ещё до конца года ещё три книжки не написано, нет, пятнадцать, ой, мне ещё марафон, ой, мне ещё курс, ой, какое-то моё задание дать, и я вот вчера реально сама очень сложно вот прям себя вырвала из этого состояния, чтобы выйти из думок о планах, мне сложно, я представляю, как вам, ой, давайте я ещё почитаю, что вы так написали, это как обычно, начинаю куда-то уходить, расскажи, как быстро вспоминать и переключаться на причину, иногда прямо затягивают шаблоны, да нету никаких способов, вы просто сами должны придумать себе способ, как себя возвращать в осознанное состояние, что вы не жертв обстоятельств, вы причина того, что происходит вокруг вас, как вы это будете делать, я не знаю, у меня нету для этого никаких способов и волшебных таблеток, как вы будете себя возвращать, вы поставьте себе задачи, я хочу, вот любите цели ставить, вот поставьте цели, я хочу себя почаще возвращать здесь, сейчас, стикеры по дому наклейте, не знаю, резиночку завяжите, вот знаете, вот сюда и хлопайте себя, по лбу ударяйте себя, я не знаю, что вы будете делать, как себя возвращать в причину, то что я опять жертвлю, но если вы жертвите, ноете, входите в этих проблемах, значит, ну вам выгодно это делать, ну, расслабьтесь, поплачьте, понойте, вот, надоест вы выйдете из этого состояния, но раз вы не выходите по каким-то причинам, значит, вам хочется это делать, хочется ныть, у вас есть выбор, у вас есть воля выбирать, ну, либо вы выбираете одно, либо другое, вот как вас научить вот этому выбору, я не знаю, честно, я не знаю, я себя возвращаю просто воспоминанием о том, что, а что я сейчас чувствую, я жертвлю, я впала в уныние, так, а мне это нравится, нет, да какого хрена, да не знаю, Анель, чё это ты тупишь, действительно, чё я туплю, хожу сама с собой, разговариваю, и всё, и если мне нужно выйти из состояния депрессивного, я просто себя спрашиваю, вот на хрена я сейчас лежу, закатываю глаза, смотрю в потолок, какая я несчастная, вот зачем я это делаю, я даже не нахожу причину, такая, блин, может быть, встать, пойти, повеселиться, точно, надо встать, пойти, повеселиться, и я сама себя вытаскиваю, сама себя выдёргиваю, когда я задаю себе вопрос, а что я сейчас чувствую, что я жертвлю, какие выгоды, мне хочется, чтобы меня все пожалели, или что, мне хочется в унынии побыть, для чего, то есть я задаю вот эти вопросы, но каких-то способов, алгоритмов у меня нету, как вырывать себя, и я уже много раз на это обращала внимание, что нет никаких способов, только вы сами выбираете каждый момент времени, в каком состоянии находиться, и скорая помощь, чтобы ваше состояние всегда было вот такое вот, это находиться с людьми, которые в таком же классном состоянии, либо вы в унылом состоянии, вы идёте и находитесь в поле людей, которые в состоянии вдохновения, которые в радостном состоянии, вы заражаетесь ими автоматически, то есть вот кто-то чихнул, да, вы тоже чихнули, кто-то зевнул, вы тоже зевнули, кто-то в хорошем настроении, вы в его поле начинаете чувствовать себя хорошо, но если вы чересчур в унылом состоянии, то тот человек, который рядом с вами, он тоже пойдёт в это унылое состояние, мы делимся всегда этим полем, но вот скорая помощь — это выбирать себе классное окружение, идти в люди, не сидеть дома, потому что вы один на один, блин, страдаете, страдаете, и никто вас вырвать из этого состояния не может. «Сегодня вспоминала тебя, твои слова, всё идёт как надо, они поддержали меня в трудный день». Кстати, да, есть очень классный чек-лист у меня, где-то в постах, надо, наверное, его повесить для скачки, чек-лист, да, который вы должны себе читать каждый день. Утром просыпаетесь, так, я ничего не знаю, мне интересно, о себе ничего не знаю, ну и о людях тем более. Мне интересно, что сегодня этот новый день мне принесёт, мне интересно, что сегодня я нового узнаю себе об этом мире, мне интересно, какие сегодня будут новые события со мной происходить, то есть я не хочу в этом дне сурка быть, мне интересно, как исполнятся мои вот эти вот эти вот эти желания, я не знаю как, мне просто интересно, я хочу понаблюдать. И всё, что бы ни случалось, вы всегда вспоминаете, то, что всё идёт как надо. Почему-то это хорошо. Задним числом мы всегда знаем, что все жопы, которые с нами случались, они в итоге привели нас к очень классным событиям. Вот если бы я с тем Петька-нибудь не развела, у меня бы не было вот этого серёжки бы сейчас, да, ну, к примеру, вот если бы я тогда не уволилась с работы, хотя так переживала, так переживала, у меня бы не было сейчас вот этого бы бизнеса. То есть, если вы задним числом посмотрите, все негативные события, они вас расширили, они дали вам опыт, дали рост, и в любом случае они привели вас к тому, ну, что у вас сейчас есть, наиболее лучшему последствиям, каким-то событиям. То есть, всегда почему-то, что бы с вами ни случалось, это хорошо. Вот это надо вспоминать. Стой, держать, поближе сядут. Что ещё нужно вспоминать? Почему-то это хорошо. Я так хочу, это достаточная причина. То есть, что бы вас ни спрашивали, мы никогда не оправдываемся. Вот вы хотите и всё. Я хочу, это достаточная причина, никаких оправданий. Я не хочу идти в кино, я прямо говорю, я не хочу идти в кино. Мне не важно, обижу я тебя или не обижу, обещала я тебе или не обещала. Я сейчас не хочу. Вернее, я хочу быть дома, а с тобой идти не хочу. Почему? Не обязаны оправдываться. То есть, мы не оправдываемся никогда. Что ещё с этого чек-листа вспомнить? А, я никому ничего не должен. Особенно друзьям, родителям, родственникам, которые постоянно пытаются с вас эти долги истребовать. Вы родились без долга, и никому вы ничего не должны. И вам тем более никто ничего не должен. Простите все долги всем, кто вам задолжал. Они вам не должны. Это вы на них эти обязанности все понавесили. Вообще, этот год надо закончить с тем, что раздайте все свои долги. Как это сделать? Понятно, что кто вам должен и кому вы должны, это все долги к себе, по чувствам и по эмоциям. Денежные долги. Простите всем, позвоните, ребят, вы мне не должны. Кому вы должны, позвоните, скажите, ребят, у меня нет, отдать вам нечем. Я признаюсь, честно, я вам не отдам. Если когда-нибудь буду в плюсе, я отдам. Но вот сейчас я четко, прямо говорю, не надейтесь, не навешивайте на меня ожидания. Вы просто тратите энергию свою, думая, что я вам отдам, постоянно беспокоясь. Мы перестали с вами общаться из-за этого. Все. Я честно признаюсь, я не отдам. Мне сейчас нет денег, чтобы вам отдать. А те, кто вам должны, позвоните, скажите, вы мне больше ничего не должны. Я вас освобождаю от этого долга и себя освобождаю от этого, от этой привязки. Постоянно думать о том, что отдадут они мне или не отдадут. Вот раздайте все свои долги. Вам так легче станет. Вы такой груз снимете с себя, с людей. И вам на это место сразу же придет. Вот сразу же придет все возвратиться обратно. От этих людей вам вернутся деньги. Или из каких-то других источников. Это не важно. Но пустое место никогда не может быть пустым. Оно всегда чем-то наполнено. И вы просто не даете наполниться собой вот этой энергией. Себе не даете наполниться ни энергией, ни деньгами, ни событиями, ни желаниями. Потому что вы очень много держитесь, не разрешаете, короче. Ждете что-то. не ждем, не требуем, не надеемся, тем более. Начинаем с чистого листа каждый день легко. Я не должен. Мне не должны. Я не ожидаю. Я не требую. Я не навешиваю ожидания. Как раз вот если кто читал книгу про зубы, вот там очень много написано про то, почему у нас разрушаются зубы, почему мы делаем там импланты, почему у нас кривые зубы, почему гниют, какие там десна проблемы, кариес, запах изо рта, потом эти болячки различные на губах, на слизистой. Вот я там все это описываю. Оно все связано с вашими долгами. Оно все связано с вашими ожиданиями. Оно все связано с тем, что вы постоянно навешиваете эти ожидания и боретесь с этим миром. И там вот прям ну так классно все разложено. Ребят, ну вот честно, вот советую потратить деньги. Никогда не рекламировала вот так вот прямо дорогую книжку, но вот я вам прям советую потратить деньги за место там двух-трех бутылок алкоголя на Новый год. Просто попейте сок и купите книгу. Ну вы столько всего сделаете своей жизни полезного для себя. вот. Опять я куда-то ушла. Так, сейчас вопросы будут, да, тут куча. Это стопроцентная возможность. Я убедилась, когда три дня назад мама очень сильно заболела. Я ставила ее в покое, абсолютно не думала о ней, и она уже выздоровела, да, наверное. Гораздо себя лучше чувствует. Круто. Способ наблюдательный. Да-да-да. Так, спасибочки за комплименты. Тё, а где вопросы? Почему их нету? Здравствуйте, Нелли. Ты говорила, что есть не обязательно. А что ты думаешь о воде? Нужно ли ее пить, если можно жить без еды и воды? Спасибо большое. Я хочу сказать, то, что можно жить и без воды, и без питья, но наше сознание к этому не готово. И насиловать себя вообще нет смысла. Тем более, мы еще из воды состоим на сколько там процентов? Не помню, 80-90 с чем-то. И не пить воду? Зачем лишать себя того, что мы в этой жизни специально создали, пробовать, наслаждаться едой, наслаждаться запахами, вкусами, постоянно себя через еду познавать, не заглушать сигналы, наедаясь, просто набросал, 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 а наслаждаясь вот этой вот всей красотой, эстетикой еды, запахами, вкусами, экспериментами, новыми какими-то соединениями, да, пищи, и видеть это все пробовать. Зачем от этого отказываться, я не понимаю, вот нахрена. Вот отказаться от бездумного запихивания еды в себя, чтобы заглушить свои чувства, вот от этого, я считаю, нужно отказаться. А есть еду, наслаждаясь, я так думаю, что это очень даже полезненько. И тем более от воды отказываться, зачем? Я пить воду очень люблю, я ее много пью, и даже отказываться не собираюсь. Ну, нахрена спрашивается, зачем? Где брать этих людей с охрененным состоянием? Ну, включайте голову, давайте думать. Сейчас очень классное состояние у людей в торговых центрах, в кафешках, на дискотеке, в клубах, очень много кружков там по интересам. Причем, заметили, я вам сейчас не говорю про друзей, не идти с друзьями никуда, там сейчас пока не то состояние, нужны новые люди. Вы можете выйти в эфир в прямой, пообщаться, представить, насколько люди вас смотрят с кайфом, и это уже будет вот это взаимодействие. И с людьми, чтобы поделиться полем, поделиться и взять что-то. Ну, то есть всем, чем мы переполнили, мы делимся, а то, что нам не достает, мы восполняем, когда мы общаемся. Разговаривать не обязательно, знакомиться не обязательно, достаточно просто быть рядом в поле с человеком. Не обязательно с ним даже общаться, это необязательный атрибут, поэтому где таких людей искать? Сходите на концерт, сходите на футбол, сходите на балет, сходите в театр, в конце концов, ну, столько всего, картинной галереи, в музей, куда еще можно сходить? На рисование куда-нибудь, да? Сейчас очень много кружков с рисованием. Я так думаю, что если включить фантазию, ну, можно придумать. Ух, очень много в торговых центрах с классным настроением людей, которые сейчас бегают, покупают подарки к Новому году, ёлочки, музычка, все такие нарядные, улыбаются. Даже прийти, повыбирать какие-то вещи и пообщаться с позитивными продавцами. Я, когда прихожу в магазин, я всегда болтаю, с кассирами болтаю. Ой, а как у вас настроение, во сколько вы тут работаете, мне надо тысячу вопросов задать, мне хочется вот обменяться энергией, что ли. У меня как-то это автоматически происходит, я даже не замечаю, мне все, Данеля, хватит болтать, пошли. Вот, а я от мамы научилась. Мама, если ты меня смотришь, тебе привет. Она, это просто капец. Она каждый день ездит на такси куда-то, по магазинам ходит, в салоны какие-то, еще что-то. Куда бы она ни пошла, она везде болтает. Она даже вот просто будет проходить мимо охранника где-нибудь в магазине, она обязательно что-нибудь ему ляпнет, он ей, они встанут и что-нибудь обсудят. Она не может мимо ни одного человека вообще пропустить. у меня мама видать вот так вот всю энергию черпает у людей. Так что давайте просто выходить из дома и общаться. А еще вы, чтобы прям зарядиться, зарядиться, помните мой последний сторис и пост у меня сейчас вышел в статьях в Телеграме. Нам нужны обнимашки. вот это вот прям скорая помощь. Если вам очень плохо и вас кто-то обнимет, вам станет очень хорошо. Ни почему и вы даже не поймете почему. Вы будете плакать, когда вас будут обнимать. Вот если у вас депрессия и вас начнут обнимать, вы будете плакать. Ну, потому что из вас будет выходить это очень близкое соприкосновение полей нашего биополя. Да, мы же все имеем поле. И при очень тесном контакте мы начинаем плакать. А может быть кто-то нервно смеется. И если вам плохо и вас начнут обнимать, обязательно плачьте. И вам будет очень хорошо потом. Если вы видите, что кто-то плачет, обязательно обнимите человека. Даже если вы мало знакомы с ним, поделитесь с ним вот этим даже, как сказать, состоянием, короче, любовью своей. Если вам очень хорошо, то тоже можно обнимать всех. Представьте, сколько вы дадите человеку заряда. Так что давайте практиковать обнимашки. У меня еще такой случай был интересный. Я в Краснодаре познакомилась с парнем с парнем. Это было давно, может быть, даже не помню, сколько лет это было назад. Он меня на 20 лет моложе. Ничего к нему не испытываю. просто сколько ему, 16-18-17 лет было тогда. Как же вам объяснить? Короче, я с ним познакомилась, я не поняла, почему, но весь вечер мне хотелось его обнимать. И он тоже говорит, я хочу тебя обнимать и все. Но никакого желания близости, как друзей или любовников или еще что-то не было. Просто хотелось обниматься и чувствовала вот прям такой прилив энергии невозможный. И каждый раз, когда я приезжала в Краснодар, мы с ним созванивались, просто на 5 минут где-нибудь встречались и стояли в обнимку минут 30. Просто расходились и все. потом чувствую, мне нужно какое-то опять состояние не хватает для моего желания, наполненности либо для чего-то еще. Неважно, я ему звонила либо он мне. Мы с ним встречались, причем у нас такая разница большая в возрасте. Просто обнимались и расходились по разным углам. Не гуляли, ни в кафешке там не сидели, не общались, ничего. Просто вот такой у меня человек в Краснодаре есть. Короче, я не знаю, как это вообще даже назвать, никому не рассказывала, но мы очень часто с ним виделись, чтобы просто обняться. И если в интернете я его где-то вижу, мелькает, в сторис или что, я всегда ему смайлик обнимашек шлю, а он мне. Вот такие дела. Хорошо муж не знает об этом. Так, пошла в страх. Внутри все напряжено. Есть ли эффективный метод расслабить своих тараканов? Есть. Обняться, идти в страх вместе. 60 точек взлома, это огонь. А, ну вот же, точно, я вам начала рассказывать, чек-лист нужно сделать, 60 точек взлома. У меня он, оказывается, уже задним числом есть, вы можете его скачать по ссылке в профиле Инстаграма. Вот, и там перечислено, что вы должны помнить каждый день, чтобы быть осознанным, да, постоянно быть в таком состоянии энергетическом, заряженном, короче, чтобы вам хотелось что-то творить. Первый раз попала нам в прямой эфир Нелли. О, прикольно. Я тоже первый раз на вашем эфире, интересно. Так, тема эфира какая? У нас, мы скачем каждые 5 минут из тему в тему, у меня нет тем, никаких. Ой, мне говорят, что мои чакры закрыты. Это как? Очень хороший вопрос. Тем, что, вот, кто вам говорит что-нибудь, вы ему говорите, то, что молодой человек, там, девушка, парень, неважно, вот ты сейчас это себе говоришь. То, что ты видишь во мне, это всё о тебе. Свои шаблоны, пожалуйста, забери обратно. Мне это навязывать не нужно, у меня всё открыто. Я открытый, у меня открыто сердце, открыты чакры, у меня всё открыто, энергия идёт, всё легко проходит сквозь меня, я всё легко принимаю, всё легко отдаю, мне кайфово, а кто там заблокирован и видит во мне это, это вы про себя. Отдайте им обратно их слова, то есть, не надо верить всем подряд людям, пускай у вас будет своя правда. Наша правда, наша правда, во что вы верите, она самоподтверждающаяся. Во что бы вы не верили, во что бы не были убеждены, вы всегда найдёте этому сто пятьсот подтверждений, тысячу подтверждений в день найдёте, любой вашей правде. Вы можете эту правду выбирать, и она будет подтверждаться каждый раз новую, какую вы выбрали. Если вам кто-то что-то навязывает, так, стопэ, говорите этому человеку, пускай забирает свои слова себе, и в себе рассматривает в зеркале свою правду. То, что он видит в других людях, человек просто видит своё отражение. Не надо, наверное, всем верить. Даже мне верить не нужно. У вас должна быть своя правда. Если вы уверены в том, что то у вас всё хорошо, у вас будет всё хорошо. Если вы говорите о том, что, блин, я легко всё принимаю, легко всё отдаю, я счастлив, нехорошо, так оно и будет. И вы этому найдёте подтверждение. Так, точно спасибо, что напомнили про книгу «Хотела купить про зубы». Слушайте, я сижу, у меня прям стул уезжает от вас подальше. Сейчас подъедусь. Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Все книжки у меня в топлинке. То есть, это меню по ссылке в профиле. Скоро выходит такой большой набор книг. Я как раз вот только приехала, второй день пытаюсь прийти в себя после поездки. Я на машине ехала до Воронежа, с Краснодара. Потом с Воронежа уже до Москвы доехала, то есть не на самолёте. Это было целое приключение. Ехала с блогерами офигенными, у которых я была в Барселоне. Сейчас вот с ними опять встречусь. Семейная кухня называется. Ну, как бы в таком состоянии в дорожном была. Сейчас вот два дня мне надо отдохнуть, и всё, я начну книжки писать. И я тут одна в доме в большом буду недель две писать. Так. Давайте почитаем вопрос. Одни и те же вопросы, да? Чувства притуплены, как выйти из состояния отшельника, ничего не интересно, где взять веру в себя, как помочь детям зуд чешется. Так. И дочь ревнует. Ну, по поводу ревности. Это ваш внутренний ребёнок не позволяет чего-то. Ну, то есть ваша суперлёгкость в делах, ваша гибкость, ваша настроенность на новое, оно хромает. То есть вы себе не позволяете отпускать что-то, чтобы новое принять. Сейчас ещё подумаем. То есть вы сами себя ревнуете к своему творчеству, да, к новому, сами себя ревнуете. Ревность это когда хочется, чтобы кто-то что-то принадлежало нам, да, и как эгоистичный человек, да, я не хочу, чтобы ещё кто-то это видел, слышал, обладал, вот только я и всё, это моё. И где-то вы вот что-то, может быть, сделали, или что-то, может быть, изобрели, или что-то придумали, может, что-то создали, и вы прям не хотите делиться с этим, я просто не знаю, о чём вообще речь, что вы там в жизни сейчас недавно делали, и за что-то вы так вцепились, и не хотите этому творчеству в мир проявиться, что ли, и впустить новое, не хотите, не хотите с этим расстаться, да. Давайте другой пример. Вот если я, например, напишу книжку, вот на этом примере будет понятно, и решу её никому не показывать, и при этом я буду сидеть, страдать и ныть о том, что, блин, я написала книжку, но я не хочу её никому показывать, а вдруг её украдут, а вдруг её уведут, а эти знания должны быть только у меня, я, получается, заблокирую себе, ну, вообще дальнейшие какие-то творческие порывы, я ничего же дальше ничего не буду делать, а я уже создала, я не могу с этим расстаться, ни туда, ни сюда, мне вроде как хочется поделиться, но я не могу, страхи, а вдруг заберут, а вдруг отберут, а вдруг там сейчас на мега сливе сольют, на этих, где там бесплатно эти книжки в складчину раздают, вот если я буду за неё так держаться, это получается, то, что я ревную сама себя к своему же творчеству, не разрешаю это творчество отдать людям, чтобы ещё что-то новое сотворить, вот где-то что-то вы вот держитесь, мужчина просто, он как творец, вам показывает ваше творчество, да, дочка, она показывает эту вашу гибкость и лёгкость отдавать и принимать то, что вы творите, если вы разберётесь, да, что вы такое сотворили, и что боитесь отдать, боитесь с этим распрощаться, боитесь отдать в пользование всему миру или хотя бы даже вашей семье или там друзьям или родственникам, не знаю, вот когда вы это поймёте, дочка перестанет ревновать к вашему мужу, да, а к папе даже родному, нифига себе, дочка, ребёнок ревнует к папе, к маме, это капец, конечно, но это всё говорит о вашем каком-то творчестве, то, что вы не хотите вот прям делиться с этим миром, не знаю, что вы там создали, подумайте, может у вас какой-то проект рабочий есть, творческий проект, а может быть, не знаю, какие-то идеи, которые давно просятся наружу, и вы уже эти идеи хотите воплотить, а такие, не, воплощать не буду, потому что это же моё, ещё кто-то воспользуется этим, надо легко свои идеи отдавать. По поводу того, что у ребёнка крапивница, зуд, это всё говорит, все болезни детей, это проблемы родителей, это всё из родителей. У вас какой-то зуд, зуд это на теле, тело это между внешним и внутренним состоянием, так, сейчас, тело и кожа это состояние между вашим внутренним и внешним, если ваше внешнее соответствует вашему внутреннему состоянию, тогда всё нормально с кожей. А если вы видите внешнее, оно не соответствует вашему внутреннему состоянию, то на коже постоянно какие-то проблемы, да, прыщи, и зуд, и чешется, а зуд это когда уже ваши чувства, ваши какие-то порывы как-то себя выразить, они подавлены, и вы хотите себя расчесать, раздраконить, для того, чтобы эти чувства вышли наружу и вы показали себя настоящего. и ваши действия, да, ваши действия идут вразрез с тем, что вы думаете. Например, вы такая злая сучка, такой, сидите, злитесь, потому что на ваши границы наступают, а вы при этом показываете себя такую добрую, добродетель, такую всю зефирку нежную, а внутри всё кипит и клокочет, тогда, пожалуйста, проблема с кожей, тем более, если у детей, а дети же это наше новое, да, дети это наша гибкость, дети это наше идти в новое, короче, подавленные эмоции надо посмотреть ваши, причём какие-то новые подавленные эмоции, то, что вы хотите испытывать, да, и себе не позволяете, ваше поведение внешнее разнится с внутренним состоянием, вот, когда вы разрешите себе вести себя так, как вы себя чувствуете, тогда, получается, зуд должен пройти у ребёнка, и вот, хочу разберитесь с этим, что-то больше ничего на у меня не приходит, ладно, давайте дальше, где взять веру в себя, да, нигде, у вас есть выбор, вот, на чаше весов, я причина этого мира, либо я жертва этого мира, на меня мир влияет или нет, или я на него, кто творец, где-то там, а я такой жертва, или я творец, вот, у вас есть точка обзора, с которой вы можете смотреть на мир, и с этой точки обзора примерять, ну, все события, и у вас есть воля выбрать, как смотреть на мир, я творец или я жертва, какую точку обзора бы вы не выбрали, через какое-то время, ну, самое ближайшее, эта точка обзора начинает подтверждаться, то есть, если вы выбрали себя, что, блин, я не верю в себя, я ничего не могу, я жертва обстоятельств, обстоятельства на меня влияют, я ничего не могу поделать, ничего не могу решить, от меня ничего не зависит, вам это все мир подтвердит, оно так и будет, на вас постоянно что-то будет наваливаться, и вы не сможете даже успевать думать, а почему так происходит, оно просто вас все будет бить по голове постоянно, но только вы просто проявите волю и скажете нет, так, я это для чего-то сотворила, для чего-то я ударила себя по голове, так, мне зачем-то это событие нужно, но я его сотворила, для какого-то опыта, зачем-то это мне нужно, постепенно переходя в позицию, что я творец этого мира, что все творится по моим желаниям, и вы увидите подтверждение, вера и недоверие, блин, одно и то же, шаблон наверное еще трансформирует на веру и недоверие, сейчас я подумаю, вам на время нужно взять позицию наблюдателя, хотя бы на пару недель, безоценочно наблюдать интересно, а как сейчас я сотворю вот это и бить себя по голове, как только вы начинаете продумывать, как это могло бы осуществиться, не продумывая, просто вот мне интересно, как это сейчас осуществится, я понаблюдаю, и оно, вот это вот все как-то осуществится, когда вы просто наблюдаете, не пытаетесь с этим бороться, не пытаетесь поставить в рамки ваше желание, не пытаетесь его насильно подогнать, чтобы оно случилось, а вы просто наблюдаете, и вы увидите, как под вашим наблюдением это очень быстро начнет исполняться, так, как вы хотите. Причем не конкретизируя, какими шагами это исполнится, а просто вот мне интересно, как это сейчас исполнится каким-то, блин, небывалым, странным образом, но оно исполнится, я сейчас понаблюдаю. И вы увидите, раз ему исполнилось, два исполнилось, и к вам придет эта вера, к вам придет это знание, потому что вы подтвердите себе о том, что просто наблюдая, оно уже начинает все исполняться. Тогда вера придет, она придет со временем, когда вы опыт получите. Сейчас вот просто взять и поверить невозможно, то есть вам нужно эксперимент провести, для эксперимента отстраниться в позицию наблюдателя и наблюдать, и все, то есть по-другому не получится. А, нет, есть еще другой способ. Посмотрите на ваше прошлое, посмотрите на ваше прошлое, вспомните все ваши негативные моменты, которые с вами случались, то, что в начале эфира я говорила, и к чему они привели. Посмотрите, что все ваши события привели только к лучшему. Проанализируйте, и вы увидите, что что бы сейчас с вами не случалось, оно только идет к лучшему. Тогда, ну, вот эти страхи, которые у вас сейчас есть, они улягутся. А я вообще люблю находиться в состоянии страха, люблю находиться в состоянии подвешенном, таком, когда нихрена не понимаешь, что, блин, сейчас с тобой произойдет. И это, блин, так интересно. Мне интересно наблюдать, как оно разруливается. Вот я получаю самую большую радость и самый большой кайф, когда разруливается трэш. Поэтому я постоянно себе какой-то трэш творю. Вам нужно полюбить свой трэш, вот эти гонки, потому что, когда все ровно, оно просто вныне и в депрессию вводит. Когда вот все ровно, гладко, тихо, скучно, жить неинтересно, вот реально потом нет никаких желаний. Вот сейчас, да, следующее. У меня состояние отшельника, ничего не интересно, потому что с вами ничего не происходит. Создайте себе какой-нибудь трэш, и тогда вам станет интересно. А вам разве не интересно, как вы выйдете из этого неинтереса? Ну, уже же интересно. Интерес – это та сила, которая двигает вас в сторону исполненного вашего желания. То есть, если у вас возник интерес, всё, значит, в этот момент у вас возникла энергия на осуществление вашего желания, любого желания. Вот только интерес возник, всё, энергия появилась ровно в том количестве, которое нужда на ваше желание. Не меньше, не больше. Но другой вопрос. Если вы просто позволите себе наблюдать за этим желанием, то эта энергия, ну, осуществит ваше желание. А если вы не позволите себе наблюдать, а начнёте бороться, что-то для этого делать, ставить в рамки, прописывать цели, тогда ваше желание будет оттягиваться. Плюс ещё, если у вас есть противоречивые желания, это когда вы не готовы расстаться с тем, что сейчас в данный момент есть, благодаря тому, что желание не исполнено. Вот если вы с этим не готовы расстаться, то желание тоже не исполнится. Нужно находить противоречивые. Например, я хочу сейчас на Бали полететь. Никаких нет предпосылок, шаблонов, блоков, чтобы оно не исполнилось. То есть я могу сейчас позвонить людям, людям, они мне делают бизнес-визу, она стоит 330 евро, и я могу завтра вылететь в Бали без проблем на полгода. Снять дом без проблем. Ну и вот вообще вот ничего мне не мешает. Я нигде не заперта, я спокойно могу поехать. Справку про ковид тоже решить быстро. Три дня можно. То есть никаких нет. Но я не там. Почему? Если я прямо вот задам сейчас себе вопрос и честно на него отвечу, я понимаю, что я не готова расстаться с тем, что у меня сейчас есть, вот в данный момент, то, что я имею. Сейчас по-другому скажу. В данный момент, из-за того, что я не на Бали, я имею определенные желания, которые у меня осуществились сейчас. Я не готова с ними расстаться. То есть я не готова расстаться с этим большим домом, где я одна. Могу делать, что хочу. Встаю тут на голове, то на третьем, то на четвертом этаже, то вниз спустилась, вокруг дома побегала. У меня тут раздолье, тишина. Я могу писать свои книги, могу писать свои посты, делать, что хочу. Короче, мне тут классно. Меня никто не отвлекает. Жара на меня не давит. Я не готова расстаться не с домом, да, вот с этим пространством, потому что там на Бали меня будет отвлекать море, на Бали будет отвлекать жара, там будут отвлекать меня люди, будут отвлекать вот это вот яркое солнце, в котором нужно позагорать. То есть я не готова расстаться вот с этим. Потому что это не даст мне комфортно писать книжки. Я на отдыхе не могу писать книжки. Вот не могу и всё тут. Мне нужно вообще какое-то такое уединение и немного там, что... Ну не дискомфортное, но точно, чтобы я не могла уйти и лежать на пляже. Поэтому моё желание с Бали, оно не сбывается. Я не готова расстаться с противоречивым желанием. И у вас сейчас, если есть какие-то страхи по поводу того, то страхи из-за того, что не сбудутся ваши желания. Вы должны понять, что эти желания у вас не сбываются не потому, что они не сбываются, а потому что вы не хотите и вам не выгодно, чтобы они сбывались. Примите уже это и наслаждайтесь уже жизнью. Все желания исполнены. Вот всё, что вокруг есть, они все согласованы и исполнены именно в том виде, в котором вам здесь сейчас нужно. Ни меньше, ни больше. Хватит вот этой вот суеты о том, что я хочу вот то, вот то, вот то. Вот сейчас самый идеальный момент, когда все желания согласованы и исполнены. И если чего-то нет, этому есть причины. И этим причинам большие-большие горы причин, почему сейчас нет того, что вы его там умом захотели. Поэтому как выйти из состояния того, что вот мне сейчас ничего не хочется, да насладитесь, смотрите, сколько всего уже тут сделали. Субтитры создавал DimaTorzok